Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد و على آله و أصحابه أجمعين الله سبحانه وتعالى создал нас на этой земле для одной цели, для поклонения Ему одному Я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне это наша основная цель нашей жизни, нашего пребывания на этой земле Также есть и другая цель этой жизни, которая далеко не отходит от первой и она вытекает, можно сказать из первой Это желание или стремление, или действие для того, чтобы попасть в рай и избежать ада, избежать преисподней наказания Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى Сегодня, إن شاء الله سبحانه وتعالى мы поговорим о тех причинах или о тех ключах которые нас заведут в рай Первое, это вера Всевышнего Аллаха и благие поступки Аллах سبحانه وتعالى сделал так, что наша вера наш иман и как результат дела и поступки являются причиной для того, чтобы войти в джаннат для того, чтобы войти в рай Аллах سبحانه وتعالى говорит УЛАЙКА СХАБУЛ جَنَّ УМФИЯ ХАЛИДУН в суре Бакарам 82 аяте Аллах говорит Те, которые уверовали и творили благие деяния те удостоены или те являются жителями рая Данный аят является свидетельством того что для того, чтобы попасть в рай нужно верить в Аллаха и творить благие дела благие поступки БИСМИЛЛЯХИРРРАХМАНИРРРАХИМ С именем Аллаха Всемилостивого Милосердного Это мы повторяем часто когда садимся за трапезный стол когда выходим из дома когда что-то делаем когда начинаем читать Коран мы очень часто повторяем эти слова и глубиной глубиной смысла этого аята и этих слов является то, что мы говорим с именем Аллаха Всемилостивого Милосердного вот эти имена Всевышнего Аллаха Всемилостивый и Милосердный нужно знать их смысл Всемилостивый это имя Всевышнего Аллаха означающее то, что все абсолютные на этой земле они потребляют и получают милость от Всевышнего Аллаха в виде еды, которую он кушает воздух, которым он дышит силы и энергии которые движут им зрение слух все блага которые нас окружают это блага и милость Всевышнего Аллаха Таля которые он нам дает некоторых он лишает этого некоторым дает сполна некоторым больше некоторым меньше все мы различны по потреблению и получению этих милостей и благ Всевышнего Аллаха но все мы одинаково должны одно это благодарить Всевышнего Аллаха за эти милости за эти блага и когда мы говорим всемилостива то есть Всевышнего Аллаха который одаривает своей милостью всех абсолютно без исключения и верующего и неверующего и последнего грешника все получают милость Аллаха А когда говорим милосердного это имя Всевышнего Аллаха Таля тот который дает свое милосердие для тех, которые за ту милость, которую Аллах Таля дал, благодарят Всевышнего Аллаха. Те, которые видят эту милость, чувствуют ее и исполняют волю Всевышнего Аллаха Таля как благодарность Всевышнему Аллах Таля за его милости и блага. И поэтому милосердие Всевышнего Аллаха Таля будет удостоено только тем, которые за милость Аллаха Таля умеют и умели благодарить Всевышнего Аллаха Таля при жизни. Поэтому это тоже причина войти в рай, это благодарить Всевышнего Аллах Тааля за его блага, которые мы получаем. То есть это праведные поступки. Ведь милосердие Всевышнего Аллах Тааля — это и есть его рай, это и есть его награда, которой будут удостоены те, которые благодарили Всевышнего Аллаха Тааля. Также Всевышний Аллах Тааля в суре Аль-Акав в 13 аяте говорит, Поясни те, которые сказали, наш Господь Аллах, то есть уверовали и сказали, объявили об этом. Наш Господь Аллах, а затем они придерживались прямого пути, то есть не отклонялись от этого прямого пути, шли по указанию Всевышнего Аллаха Тааля. Не будет над ними страха, и никогда они не будут опечалены. То есть это благой исход, это благой результат следующей жизни. То есть джаннат — это рай Всевышнего Аллаха Тааля. Также эту аяту свидетельствует хадис посланника Аллаха салам. Однажды Суфьян бин Абдуллах ас-Саафи подошел к посланнику Аллаху салам и спросил, «О посланник Аллаха, скажи мне слово, наставление, о котором я никогда ни у кого больше не буду спрашивать, и буду действовать и жить по нему». Тогда посланник Аллах салам сказал, «Куль амен ту виллях ту маста'ким». «Скажи, я уверовал в Аллаха», а затем придерживайся прямого пути. То есть придерживайся тех слов, которых ты объявил, о которых ты объявил. То есть вера в Аллаха, она подразумевает и благие дела, благие поступки, отход от греховного и приход ко Всевышнему Аллаху ас-Саафи. Также свидетельством того, что благие деяния и благие поступки являются причиной, чтобы войти в рай, являются слова посланника Аллаха салам, приведенные в достоверном хадисе, где посланник Аллаха салам сказал, «Я обещаю дом в низах или на самом краю рая для того, кто оставил спор, даже будучи правым. Я обещаю дом в середине, в самой середке рая для того, кто оставил ложь даже в шутку. Я обещаю дом на самой высокой точке рая для того, кто улучшил свой нрав». Итак, рай — это то, куда мы все стремимся. И первым зубчиком для ключей в рай является иман, вера Всевышнего Аллаха и благие поступки. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы укрепил наш иман, нашу веру, и наставил нас и укрепил нас на благих поступках. Амин. Дзензакамуллаххэр. Вараклафикум. Вассаламу алейкум. Варахматуллахи. Варакет.